Львиную долю дохода, а именно 2 миллиарда 197 миллионов рублей, городская казна получит в качестве налоговых поступлений. Неналоговые пополнят бюджет еще на 500 миллионов. В основном это выручка от аренды муниципального имущества и его продажи. 1 миллиард 304 миллионов город придет в виде субсидий из регионального и федерального бюджетов. Все средства пойдут на финансирование 11 муниципальных программ. Мы полностью совпадаем с тем, о чем говорил в своем послании президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И мне было очень приятно, что те позиции, которые он как главный определял в стратегии развития в целом, мы идем здесь в одну, так сказать, мы на одной волне здесь, можно так сказать. То есть социальная сфера у нас остается неизменной. В бюджете сохранены все льготы и социальные выплаты. Более того, администрация сумела предусмотреть средства на ремонт кровли исторического здания подведомственного во второй школе и на строительство современного стадиона. Это планируемое строительство стадиона в 14-й школе. То есть, несмотря ни на что, эта работа ведется. У нас в городе уже построено, по-моему, пять подобных стадионов. И эта тенденция продолжается. Считаю, это очень здорово. 40 миллионов рублей власти направят на обеспечение благовещенцев жильем. 137 миллионов пойдет на программу «Безопасный город». Еще 230 на развитие культуры. При этом на себе сотрудники администрации и депутаты решили экономить. По одной только думе расходы снизят на 3 миллиона рублей. Бюджет города в окончательном виде одобрило большинство народных избранников. Не поддержала эту стратегию лишь фракция ЛДПР. Оба ее члена выступили против принятия главного финансового документа города. Ольга Савина, Денис Лугов, программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова